Свалки вдоль дороги рядом с парком Дружба стали частью дачного пейзажа. И это несмотря на то, что их регулярно здесь убирают. Но, как показывает практика, порядок продержится недолго. Мы сейчас находимся далеко, практически около плотина. Здесь его все выбрасывают, а до города далеко. До Первомайской площади идти тяжело. Контейнерные площадки есть не во всех садоводческих товариществах. Организовать сбор мусора на дачах – задача председателя. А разрешение на размещение контейнеров на городской земле надо получить в администрации Тамбова. У нас контейнеры должны стоять на территории СНТ. А территория СНТ – это только участки, а все остальное – территория города. Полтора года назад Евгения приобрела на берегу реки дачу. На грядках поднимаются помидоры, крепнут молодые посадки. Но первоочередная задача – за теплый сезон благоустроить домик и участок. А для этого необходимо избавиться от старого хлама. Вместе с дачей мне в наследство досталась куча всякого хлама в виде старых покрышек, ржавых каких-то инструментов, ненужной мебели. И у меня назрела проблема, как мне от этого всего избавиться. Естественно, к контейнеру я это все не в состоянии донести, да и не понесу. Поэтому я приняла решение заключить договор с оператором по вывозу мусора, которые любезно согласились мне помочь избавиться от всего того, что вы видите. В российском законодательстве есть четкое определение твердых коммунальных отходов. Поэтому то, что под него не попадает, не входит в абонентскую плату. И нести это в контейнеры нельзя. Можно получить штраф. Нужно все, что не относится к твердым коммунальным отходам, складировать у себя на земельном участке. И дальнейший вариант такой. Связаться с организацией, которая может вывозить данный вид отходов. В данном случае это будет Тамбовская сетевая компания. Сделать заявку. Мы приедем, вывезем все необходимое, все, что скажет наш абонент. И заключить договор и совершить оплату за данную услугу. Найти телефон регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, который оказывает такую услугу, можно в платежке. А чтобы покончить со свалками в парке дружбы, необходимо скоординировать действия дачников, регионального оператора и городской администрации. Проблема заключается в том, что вообще сами СНТ, они расположены очень компактно, они друг к другу очень близко. И там проблема в том, что там очень узкие проезды. Там спецтехника проехать не может, чтобы непосредственно подъехать к СНТ. Поэтому с администрацией вместе с комитетом городского хозяйства города Тамбова мы этот вопрос прорабатываем, определяем места накопления для нескольких СНТ, устанавливает там садовое товарищество контейнеры. Мы заключаем с ним договора и начинаем работу по вывозу. Региональный оператор заверил, что этот вопрос решится в течение недели. Людмила Марченко, Михаил Мальцев, Александр Щеднов. Область новостей.